Всем привет, вы на канале CryptoCommons и это черная пятница по биткоину. Снова скидки, господа, снова дамп, снова рынок льется, и ФРС еще поднасрал своей ставкой. Будут сейчас изымать ликвидность, искусственно сдерживать инфляцию. Поэтому, что тут скажешь, давайте смотреть. Просел снова весь рынок к отметкам еще ниже, чем мы были пару дней назад по биткоину, да? Но при этом альты, если вы посмотрите, то альты на самом деле держатся выше, чем они были. Соответственно, в альтах сейчас есть сила, и мы видим, что альты к битку зеленые. Поэтому тоже дело такое. Сейчас не факт, что все выходят в тезер, понимаете? Не факт, что все выходят в стейблкоины. Потому что, если уж что искоманет, так скорее USDT, чем BTC, понимаете? На фоне этого финансового Армагеддона. Вот, ну что мы видим в целом? Да, у нас, конечно, есть нисходящий локальный канал по биткоину. Внутри большего бычьего тренда. Глобального, я имею в виду, тренда. Но также у нас есть с вами на 15 минутках желтая точка, и напрашивается локальный отскок. Несмотря на то, что DXY пер как ненормальный вчера. CandleWave сигналит на покупку уже второй раз за это дно. Показывает, что это двойное дно, вероятно. Но дисклеймер, естественно, ребята, не финансовый совет. Но как мне видится сейчас, что может быть локальный отскок куда-то примерно... Давайте посмотрим. Если это видео не утратит актуальность, если вы его посмотрите сразу, после того, как я залил, то, возможно, еще не утратит. Вот, уровень 61,8 по Fibonacci. Если мы отскочим это было дно, то это как раз 38 тысяч долларов по биткоину. В принципе, вполне себе вариант, даже если вдруг нас будут лить потом еще ниже. Вот, там уже надо будет смотреть. Ну, 0,5 уровень, наверное, более безопасный. 0,38, я думаю, минимум это 37 тысяч долларов. То есть сейчас ближайшие цели мои лично 37, 37,5-38. Собственно, вот взял скальп трейд на Femex, взял локальный трейд на Bybit. Стоп у меня ручной. Если вижу, что что-то не так происходит, закрываюсь, перезахожу ниже. Вот. По альтам, вот, как я уже сказал, смотрите, мы на том же дэше, мы не переписали вот это вот дно, которое было два дня назад. То есть, в принципе, по альтам у нас есть повышающиеся минимумы, и это хорошо. Это не факт, что мы его сейчас не перепишем. И все это не медвежий флаг, скажем. Если так, то я буду перезаходить тоже. Но пока я вижу вариант, что мы сейчас отскочим, поскольку выходные. Сейчас многие, я думаю, это дело зашартят или выйдут просто с рынка. И, как мы с вами знаем, покупать надо на страхе. Покупать надо на страхе. А страх у нас сейчас с вами экстремальный. Экстремальный страх, причем уже месяц держится на биткоине. Плюс-минус. Вот. Так что, друзья, еще раз вам говорю, принимайте решения сами. Не надо полагаться ни на чьи-либо прогнозы, сигналы. Я просто вам говорю свое мнение, что я делаю сам. Вы смотрите сами. Это все еще может оказаться медвежьим флагом и пробиться вниз. И вот если так, друзья, если, скажем, вот так вот будет, то вот это. Вот это будет идеальная точка входа в лонг уже в супербольшом плече. И all-in, как говорится, без стопов, естественно, дисклеймер. То есть, если сейчас мы начнем литься вниз из этого флага, я закрою свои спекулятивные позиции и перезайду вот здесь. И думаю, что это будет правильно, потому что потом начнется точно to the moon. Но этого может и не произойти, а развернуть нас может более плавно. Скажем, каким-нибудь даже вот таким вот образом может нас развернуть. Или сразу сейчас мы можем пойти. Поэтому смотрите сами. Еще раз, всем, кто меня неправильно вчера понял, я не выходил в тезер. Я просто закрыл спекулятивные позиции на фьючерсах, то есть убрал плечи. У меня практически все контракты в инверсе, то есть я остался в монетах. На своих трейдерских счетах я остался в монетах в биткоине, в эфире и так далее. USDT я практически не держу. Поэтому я в крипте, просто один к одному. И вот сейчас снова я открыл спекулятивные лонги. Никого не призываю это делать. Думайте своей головой, ребята. Торгуйте только на комфортный объем, который вы готовы потерять. Но я думаю, что минимум 37-38 мы прямо сейчас увидим, пока я буду это дело обрабатывать и заливать. Опять же, у нас тут есть сильный покупатель. По 35 тысяч появилась плита. Но, ребята, она уже в принципе исчезает. Как и вот эта плита по 38 тоже исчезла. Поэтому имейте это в виду. Это все может исчезнуть и цену могут задавить еще ниже. Поэтому на всю котлету сейчас не надо котлетить. Спекулятивно можно попробовать отыграть лонг. По альткоинам, еще раз говорю, вижу хорошую силу сейчас. Вот у нас доминация идет вниз в целом. И я думаю, что имеет смысл также держать долю альткоинов в портфеле. Но при этом на дневном таймфрейме мы можем видеть, что да, у нас есть повышающиеся минимумы здесь. Еще отсюда они идут. Но мы можем, мы можем ложно даже проколоть 30-ку и упасть ниже вот этого лоу. Тогда все точно подумают, что рынок медвежий. И вот оттуда я буду тарить агрессивные лонги, уже более долгосрочные. То есть про среднесрочные я вам сейчас говорил откуда-то вот отсюда. А долгосрочные, если дадут ниже, еще большие нужно тарить. То есть сейчас, короче, нужно быть осторожными. Нужно понимать, что да, мы можем развернуться и уйти прямо отсюда наверх. Потому что глобально, ребята, у нас уже с вами давно идет бычий дивер. И скрытый бычий дивер вот тут есть. Потому что, смотрите, мы понижаемся в осцилляторах, но повышаемся в цене. И бычий дивер там есть более локальный. Поэтому, конечно же, будет сильный рост битка. Но откуда он будет? Понимаете, сейчас вот эта волатильность Х10. Главное, чтобы она вас не смыла. Поэтому, друзья, всем профитролей. Не забывайте, что покупать надо на страхе, продавать на жадности. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Подписывайтесь к нам в телегу. Жмите на колокольчик. Всем профитролей. Удачной торговли. И до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok